Музыка Приветствую всех зрителей моего канала! Я сама не могу в это поверить, но практически закончена эпопея с метрикой, которую я вышивала для дочки своей подруги. И основой, уже можно сказать, что основой этой метрики была вышивка от Лансвитт Спима Радость. Почему основой? Потому что получилась у нас далеко не просто вышивка с метрическими данными, а получилось у нас такое целое семейное панно. История этого всего началась еще в далеком, на данный момент, августе, когда я захотела вышить метрику для своей подруги. Я выбирала дизайн, выбрала дизайн от Лансвитт, хотя он был не крошечным далеко, не крошечным далеко, не самым простым. И тогда же у меня стал вопрос, как эту работу оформлять, потому что места для того, чтобы вписать там метрические данные, не было. Думали убирать какую-то часть дизайна и там вышивать на этом месте, но не хотелось этого делать. И в тот момент, да, все, открываем все карты. В тот момент я посмотрела видео Марии Выбач, как она оформляла метрику для своих детей. И мне очень понравилась эта идея, я списалась с Марией, она сказала, что не волнуйся, вышивай, все нормально, поможем тебе оформить, все будет хорошо. Мария живет во Львове, да, для справки, я живу в Киеве. Вышивала я работу, вот недавно ее закончилось, закончила, мы списались. И дело в том, почему я не оформляла работу в Киеве. Я хотела изначально, чтобы метрические данные были написаны на паспорту, то есть просто не было еще никаких дополнительных элементов, которые я вам сейчас покажу в законченной работе. Просто должно было быть надпись на паспорту. Я пошла в ту багетную мастерскую, где я оформляю свои работы, пришла, показала им образец какой-то, взятый из интернета, говорю, вот надпись по паспорту, вы такое делаете. Они открыли на меня большие глаза, сказали, что единственное, что мы можем вам предложить, это дать вам лист паспорту, и чтобы вы понесли его какому-то художнику, и он вам на паспорту написал. А во Львове есть мастер, который сам пишет на паспорту, который делает резьбу по паспорту, который тонирует эти паспорты. Там такие просто... Мне Мария как-то начала скидывать эти варианты оформленных работ, которые он делал, там просто каждая работа, это не просто паспорту или двойное паспорту и рамка, это просто каждая работа произведения искусства. Поэтому я настроилась, всё, будем отправлять туда. Отправила, по-моему, в прошлый... Не буду врать, по-моему, в прошлую пятницу я отправила, и вот в четверг этот уже мне пришла готовая работа. Конечно, отправлять туда это просто, свернул себе вышивку в рулончик и отправил. Назад картина мне шла тоже меньше суток, она шла, но с большими нервами и с моей стороны, и со стороны Марии, потому что мы боялись, что картина огромная, со стеклом, едет почтой. Но, слава богу, это была новая почта, поэтому обошлось всё без приключений. Итак, давайте уже покажу вам оформленную работу, и дальше буду рассказывать, как мы к такому пришли. Единственное, что она тяжёлая, и сейчас... Почему я сказала, что это ещё... Это практически законченная эпопея, потому что будет у нас ещё один этап, но... Опа-на! Это тяжёлая! Вот. Я, конечно, понимаю, что сейчас жутко всё отсвечивает, но... Это был единственный вариант. Как-то... Это всё я покажу вам потом ещё всё ближе, потому что здесь есть что порассматривать, и она реально очень тяжёлая. Видите, основным элементом у нас является вышивка, как я задумывала. Здесь двойное паспорту, и одно и второе паспорту тонированное, причём тонированное мастером. Именно он сам это всё делает. Видите, здесь всё в листочках. И метрические данные у нас здесь, в двух листочках. Вот они вырезаны, видите, в паспорту. И с этой стороны, вот, тоже листочек, и там тоже вписаны данные. А вот эти вот белые штуки слева и справа, я думаю, что вы уже догадались, для чего это. Это места под фотографии. Да, то есть это будет действительно семейное панно. Это не просто метрика. Думаю, что здесь, возможно, будут фотографии ребёнка, скорее всего, или родителей с ребёнком. И вот такая вот розовая рамочка, которая подходит под... О, кстати, вот так хорошо видно, наверное. Конечно, всё равно что-то отсвечивает, но, по крайней мере, я покажу вам потом ещё всё это поближе. Представляете, человек вот это паспорту делает сам. И рамка, которая перекликается с розовым цветом на вышивке, с этим гамаком, с одеяльцем, под которым спит заяц. Вот, мне очень нравится, как получилось. Единственное, что картина очень тяжёлая. Картина, по-моему, как минимум 3 килограмма весит. Вот сама здесь огромный кусок стекла. И как эти все окошки, как туда вставлять фотографии, я покажу вам уже отдельно, потому что там целая продуманная тоже замечательная система. По поводу того, как ехала эта работа, я вчера выставляла фотографию в Инстаграм. Давайте я сама буду смотреть эти фотографии, чтобы вам рассказывать. Вот такую фотографию я выставила. И люди писали, это что, оформленная картина? Я думала, это диван или холодильник, или что-то для ремонта. Ну, вот так вот новая почта заколотила мою работу. Слава Богу, называется это убрештуванья, по-моему, когда заколачивают досками. Стояла эта картина у меня, она была, по-моему, около метра, что 98 сантиметров. Стояла она до вечера, потом пришел папа, расколотил эту картину. Получилось вот что, получились доски и целая куча гвоздей. Внутри была картонка, которая была замотана в пленку, в огромное количество пленки. И вот эти вот келых, эти бокалы, их клеила сама Мария, она их распечатала там какое-то количество. Со всех сторон работа налепила, чтобы к ней аккуратно относились. Потом, видите, размотала пленку, там гофрокартон. Картон, тоже скотчем весь перемотанный, размотали. Открыли как-то этот картон, там уже сама картина, замотанная в как минимум 4 метра пупырчатой вот этой пленки антистрессовой. Вот, вы видите, как мы ее разматывали, это стоит папа выше своей головы, держит ее в два раза свернутой, вот эту пленку. Потом, далее, когда мы вскрыли это, там была картина, замотанная в ту же пленку и с такими картонными уголками. И когда мы наконец-то вскрыли это, появилась на свет картина. В общем, распаковывали мы ее, наверное, минут 40. Но, конечно, упаковано было просто замечательно, потому что волновались. И я волновалась, и Мария волновалась. Когда я ей уже написала, что все, доставили картину, будем ее распаковывать вечером, она мне просто вечером начала писать через каждые полчаса, ну что, ну что, ну что, ну как. Но, слава богу, никаких абсолютно повреждений на картине нет. Мне кажется, с такой упаковкой у нее не было шанса на какие-то повреждения. Ну, то, что я рассказывала, что это еще не конец эпопеи. Почему? Потому что не смогли они из Львова отправить эту картину мне сюда, на мое отделение, потому что отделение до 3 килограмм. Картина весила, по-моему, что 5 или что-то такое. С досками там, я не знаю, там все 10, наверное, было. И в итоге оформили доставку прямо в квартиру. Курьер новой почты это все принес. И сейчас мне нужно как-то эту картину довести до непосредственно подруги. Как это делать? Вот это сейчас большая загадка, потому что картина тяжелая, картина нестандартная. То есть, если бы она была какой-то другой формы, ее можно было бы как-то в какой-то кулек, да, если бы она вот такая хотя бы была. То есть, как я носила картины всегда из багетной мастерской, как тащить вот ее, я не представляю. Кстати, габариты картины, она в длину 79 сантиметров, в ширину 43,5. Как ее сейчас везти? Дело в том, что подруга моя работает, живет в другом городе, это не Киев. Это пригород Киева, это бровары. Туда идут маршрутки, и это нужно доехать до конечной станции метро, выйти где надо, сесть в маршрутку, проехаться в маршрутке, так, минут 25, и потом еще там идти до дома. То есть, как это все провернуть с вот такой вот картиной, я пока что не представляю. У нас нет машины, у подруги нет машины. Я пока что мы в раздумьях, как все это будет до подруги ехать. Я уже хотела на следующей неделе везти, но не знаю. Это пока что тайна для нас, но надо думать, потому что, ну как-то, надо как-то уже довезти, но, конечно, у меня есть большой страх, что где-нибудь что-нибудь с этой картиной может приключиться, потому что, знаете, люди в маршрутке толкаются, там где-то стукнется об какой-то поручень. Короче, ну, вы понимаете, что я рисую себе самые страшные картины, и это будет очень глупо довести ее из Львова целую, и потом бровары не довести. Поэтому сейчас вот эту вот проблему еще нужно решать. Как непосредственно происходило само оформление картины, приехала вышивка во Львов, Мария ее забрала, и понесла в багетную мастерскую, скидывала мне просто фотографии. Вообще, изначально у меня была абсолютно другая картинка в голове. Я хотела такое синее с блеском паспарту. Вот есть такое паспарту очень красивое, но, к сожалению, его в багетной мастерской уже не было. И вот это вот зеленое паспарту с тонировкой, оно сразу, оно не обсуждалось, оно сразу было, мы посмотрели, что да, это будет красиво. Оно, кстати, такое, как это правильно называется? Бархатное, ну вот что-то типа этого. Но я покажу вам еще поближе. То есть паспарту мы выбрали сразу, и далее мы просто выбирали рамки. Сбрасывались мне фотографии, я смотрела, но, слава богу, у нас не было абсолютно никаких расхождений во вкусах, и мы сразу, нет, это сильно бледное, нет, это сильно богатое золото, нет, это там еще что-то. И остановились на вот этой рамке, она очень здорово смотрится с элементами на вышивке. Так что с этим особых проблем не было. Больше всего, конечно, боялись именно за доставку. В общем, я осталась очень довольна оформлением этой картины. Это, мне кажется, замечательный был выход из ситуации, когда здесь не было места для того, чтобы написать симметрические данные на самой картине. И получилось это действительно такое панно, как когда мы только начинали, когда я начинала вышивать эту картину, мы с подругой там что-то о ней говорили, и она говорила, это же не у всех такое есть. Вот, она мне это много раз, кстати, повторяла, что не у всех же такое есть. И действительно, когда это выглядит вот так, когда это общая рамка с местами для фотографий, с надписями вот в этих вот листочках, это действительно выглядит как такая вещь, знаете, эксклюзивная, которая делалась именно конкретно под эту семью. Знаете, что-то не где-то куплено, а именно делалось всё конкретно под заказ, можно так сказать. Поэтому я довольна тем, как всё это получилось. Мы тоже вчера с Марией говорили, что это такая, мы такую авантюру провернули вообще. Но получилось в итоге, мне кажется, здорово. И сейчас давайте я покажу вам уже поближе, как выглядит сама работа, и как выглядят сзади вот эти окошки, потому что там тоже есть такая небольшая деталь, очень важная. Итак, давайте сейчас поближе рассмотрим картину, только уже не на весу. Основной элемент это, конечно, вышивка. Я рассказывала уже в видео о готовой работе, что вот этот вот элемент, вот этот вот, думали мы убирать и там где-то вписывать метрические данные, но в итоге решили этого не делать, и мне кажется, что это было очень правильным решением. Здесь стекло обычное, не антибликовое. Вот эта вот вся тонировка по паспорту, это делал непосредственно сам мастер, что, конечно, очень здорово. Паспорту велюровое, необычное такое. Двойное снизу более темное, сверху более светлое. Метрические данные непосредственно тоже. Вот это вот вырезано, все видите, вот это вырезано по паспорту. Ну, не знаю, кто-то этого не любит, кто-то не любит тонировки по паспорту, расписного паспорту. Мне кажется, что если это в меру, то это очень здорово. Мне лично нравится. Так, давайте посмотрим саму рамочку. Вот такая вот рамочка, розовая, насыщенная вот такого цвета, и так неоднородно окрашенная. Из того, что было представлено в багетной мастерской, нам с Марией вот эта рамочка понравилась больше всего, и, по-моему, она даже первую ее приложила, и потом мы уже смотрели другие, и нет-нет-нет, первая была лучше. Видите, здесь разные абсолютно эти листочки, видите, и эти листочки повторяют, листочки, которые есть в самой работе. То есть вот эти тоненькие, это вон они, вот эти вот кругленькие, вот, видите, вот они. То есть, ну, здорово. Еще один листочек тоже с метрическими данными, и два места под фотографии. Пока что там просто вставлена белая картоночка, но потом там будут фотографии, и давайте сейчас перевернем раму, и посмотрим, как туда эти фотографии нужно будет помещать. Итак, вот как работа выглядит с другой стороны. Два крепления, не веревочка, как я привыкла, а два вот таких вот крепления для того, чтобы работу подвешивать на стену. Тут скобой, тут по краю, задник. И что здесь интересно, это вот эти вот окошки. Окошки сделаны таким образом, что, вы понимаете, если бы здесь было какое-то металлическое крепление, которое сдерживало бы эти окошки, чтобы они там открывались, закрывались, то когда это все вешаешь на стену, это бы мешало, и могло там стену царапать, и было бы это неудобно. Поэтому здесь очень хитрая система. Видите, нарисован закрытый замочек, открытый замочек, в какую сторону надо крутить. И вот такая вот штука, она достаточно плоская, которую нужно поворачивать для того, чтобы окошко открылось. То есть, видите, сейчас окошко закрыто, его никак не открыть. И сюда нужно что-то плоское, в частности, вот, например, карточка. Крайней мере, я вчера это делала именно карточкой. Повернули, и окошко открывается. Вот там мы видим стекло, то есть вот сюда будет вставляться непосредственно сама фотография. и окошко выглядит у нас вот так. Вот эта вот штучка, которая открывает, закрывает. Здесь какая-то целая система. Видите, вот такие вот штучки, и это все на таком возвышении. Я не представляю, если честно, как это человек мог сам придумать, и как это все вот так вот делать. Я не знаю. Ну, это просто здорово, и очень жалко, что у нас, по крайней мере, в Киеве, я пока не нашла вот такую багетную мастерскую, где работал бы такой мастер, который сам вот это вот все может сделать. Не просто что-то банальное, вот именно что-то с выдумкой и своими руками. Вот, к сожалению. Там тоже, видите, целая система каких-то штучек для того, чтобы всю эту конструкцию собрать. И точно так же вот этими ножками туда закрываем и поворачиваем назад, чтобы опять все это закрыть. Главное попасть. Надо какое-то придумать более удачное. Ну, вот видите, поворачивается. А, вы не видели. Ну, повернулась, поверьте мне на слово. Левой рукой пыталась камеру держать. Мне очень нравится вот эта вот система. Мне кажется, это здорово. Единственное, что тоже мне и Мария сказала, что нужно подбирать будет фотографии таким образом, чтобы они по цветовой гамме, по стилю как-то перекликались с вышивкой и с паспорту, собственно, с самой картиной. Это действительно так. То есть, какую угодно уже сюда фотографию не вставишь. Уже фотография должна хоть как-то сочетаться с вышивкой, с этим фоном. То есть, тут уже нужно будет родителям ребенка хорошо подумать, что конкретно сюда вставить. Но фотографии здесь, конечно, нужны, потому что, видите, без них такая композиция несколько не закончена. Но думаю, что с этим они уже как-то разберутся. А на сегодня это все. Картина оформлена, это финал. Осталось только довести ее до ее будущей хозяйки, и все. Но это уже история, которую я расскажу вам в другой раз. А на сегодня все. Спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова